Украина это просто схватка, Украина разменная монета в схватке Китая и США за рынки Евросоюза. И уже началась драка, потому что разделилась мировая финансовая элита, потому что в схватке США и Китая на стороне США выступают бюрократические элиты, то есть выступает, собственно, Брюссельская бюрократия НАТО, часть стран Восточной Европы, которые просто американские элиты, а на противоположной стороне выступает часть британской финансовой элиты, так называемой Ротшильды, выступают континентальные элиты старые европейские, которые называют черным интернационалом по одной единственной причине. Именно эти элиты привели к власти Гитлера. То есть это слово черный интернационал, оно связано просто с чисто такой ассоциативный ряд и центр координации которого Ватикан. Если кто обратил внимание, ключевой фигурой всегда в Галиции был примас. В Галиции архиепископ или кардинал католический, который там всегда играл такую антисоветскую роль. Последние месяцы его не видно и не слушают. Из чего следует, что Ватикан в данной ситуации играет на нашей стороне. И Китай. Вот такая вот сквозная связка, причем они замыкаются через Гонконг, с другой стороны. Давайте это во второй части. А, я обещал про Украину. С Украиной ситуация банальная. Значит, Украина была создана в начале 90-х как часть коридора, контролируемого Соединенными Штатами Америки, между Западной Европой и Россией, чтобы не допустить сближения России и Западной Европы. Соответственно, там всегда было проамериканское правительство. Не нужно строить иллюзии. Отличие Януковича там от Ющенко состояло только в одном. В рамках проамериканского курса Ющенко больше ориентировался на Берлин, а Янукович на Москву. Но и только отказа от американских у программ не было ни в одном месте. Значит, если мы посмотрим на политику Януковича, то мы увидим, что он сделал две принципиальных ошибки. Первое состояло в том, что он начал делать на Украине олигархическую монополию. На Украине всегда было несколько кланов, между которыми можно было там малому, среднему и даже крупному бизнесу просочиться. В 2004 году все считали, что Ахметову конец, ну и Януковичу тоже, но все равно он сумел просочиться вначале между Ющенко и Порошенко, а потом между Ющенко и Тимошенко. А Янукович начал отжимать всех, и это вызвало дикое бешенство всех олигархов, и они объединились все вместе попротив Януковича. Это первая его ошибка. Вторая его ошибка состояла в том, что он очень обиделся на Путина. Дело в том, что подписать ассоциацию Янукович страшно хотел. Он не является московским человеком, ему интересы Москвы глубоко неинтересны, а ассоциацию он хотел подписать, потому что считал, что если он приведет Украину в Евросоюз, пускай даже на положение к колонии, то его личные капиталы будут в Евросоюзе в безопасности. Это ошибка, разумеется, потому что все мы знаем, что уж на что были верными американскими ставниками и Саддам Хусейн, который даже начал в 80-м году войну с Ираном, и, соответственно, Каддафи после того, как признал обвинение по делу Локер Бехотя, это, в общем, скорее всего, Ливия не имела отношения к взрыву этого самолета по реальным обстоятельствам, ну и так далее. Тем не менее, они все умерли, американцы их сдали, не задумываясь, еще один такой же человек, это Милошевич. Значит, в этой ситуации Янукович начал уже выводить подписание соглашения об ассоциации на финишную прямую, и в этот момент Москва, которая совершенно это все не устраивала и с точки зрения геополитической, и с точки зрения интересов населения украинского, потому что это они нас считают сегодня врагами, а мы-то их считаем родственниками, то по этой причине было оказано давление. Я примерно себе представляю, в чем состояло это давление. Януковичу было сказано, Дгужок, у тебя в 15-м году выбор. Россия не может выгонять своего кандидата, у нее нету системы политической поддержки на Украине, потому что мы в украинские дела не вмешивались, в отличие от Евросоюза и США. Мы реально 20 с лишним лет не вмешивались в внутренние дела Украины, только через экономику, через чисто экономическое взаимодействие. В политике пусто, нету групп пророссийских в украинской политике. Но мы можем сделать так, чтобы ты проиграл выборы, потому что мы двинем Медведчука, дадим ему весь российский ресурс, в результате ты получишь треть голосов, Медведчук треть голосов и треть голосов кто-нибудь из западенцев. А в результате ты проиграешь. И тогда, прости, они тебя посадят, потому что Медведчуку мы дадим команду договариваться с западенцами, чтобы ты, гад, ответил за ассоциацию. Что сделал Янукович? Он сдался, ассоциацию не подписал в ноябре, но сказал там же в Вильнюсе, ребята, вы только не волнуйтесь, я сейчас кое-что сделаю, через три месяца мы все подпишем. Прямым текстом. Дальше он приехал в Киев и организовал первый Майдан студенческий, который орал, помните эти картинки, да, я девочка, я хочу кружевные трусики, я не хочу Таежный союз. А, значит, студенческий Майдан, который, собственно, и назвали Евромайдан. Цель объяснить Путину, Владимир Владимирович, ну я же тебя, ты же знаешь, ну вот видишь, смотри, что тут происходит, народ требует Евросоюза. А сам поехал в Пекин. Он этого Майдана не боялся, это и был его Майдан, он сам его собирал. Зачем он поехал в Пекин? Продавать Крым. И в Крыму было, в Пекине было достигнуто соглашение по Крыму, состоящее из трех пунктов. Один из которых общеизвестен, он обсуждался широко, это строительство глубоководного порта в Крыму, китайского. Второе, это китайские инвестиции под этот порт до середины 15-го года, то есть как раз к выборам в масштабе 15 миллиардов долларов. И, наконец, третье, что в Крыму разрешено китайцам держать большое количество китайцев для строительства и обслуживания этого порта, там до двух с лишним миллионов человек. Но даже если предположить, что не одновременно, все равно миллион китайцев в Крыму, это фактически оккупация. И нужно понимать, что это, скорее всего, будут сильные мужчины, а не член их семей. Значит, тут взбеленились американцы. И пока Янукович летел обратно в Киев, американцы приняли решение его убирать. Почему? Дело в том, что мы вот уже обсуждали, да, в 15-м году, скорее всего, произойдет сильное переформатирование мировой финансовой системы с резким ослаблением доллара. То есть главный источник доходов американского бюджета, американского государства, печатания долларов, он сильно ослаблен. Значит, нужно для того, чтобы это компенсировать, нужно захватить какие-то рынки сбыта. Самый крупный рынок сбыта в мире сегодня, кроме США, это рынок Евросоюза. Сегодня его через институты Евросоюза контролируют Германия, не тарифными методами. Американцы год тому назад начали операцию по захвату Евросоюза через создание зоны свободной торговли в Северной Атлантике. Если бы эти переговоры для США завершились успехом, то произошла бы деиндустриализация Западной Европы так же, как она произошла в Прималтике и в Восточной Европе. Почему? Потому что производство в Европе дороже, чем в США. И социальная нагрузка выше, и налоги выше, в общем, проблемы. В этой ситуации континентальные элиты Европы и часть британских элит начали противодействие. Появился Сноуден. Он появился как ответ на попытки США создать зону свободной торговли с Евросоюзом. Сноуден начал объяснять, как американцы нарушают права человека, как они подслушивают, подсматривают, вынюхивают и прочие разные безобразия. Причем, обратите внимание, как только, значит, объявляется об очередном раунде переговоров по зону свободной торговли, Сноуден вываливает новую порцию разоблачения. А в результате этот план, скорее всего, уже до 2015 года реализовать не получится. Фокус не пройдет. А дальше, картина следующая. Если до распада Евросоюза Китай дотянется своим великим шелковым путем до его рынков, евросоюзовских, то с началом кризиса, когда держать эти рынки не получится, Китай их все захватит. Почему в Крыму портут? Потому что Китаю нужен великий шелковый путь, который не контролируют американцы. Это принципиальное место, потому что все проливы контролируются американцами. Поэтому им нужен путь до Крыма, а дальше они будут, значит, по морю. Греция, Италия, Испания, Франция. Ну, в общем, все нормально уже, да? Все отлично. По этой причине США нужно развалить Евросоюз до того, как до него дотянется Китай. Потому что в этом случае, если Евросоюз распадается, то рынки Южной Европы и части Западной получают американцы. Китай не успеет дотянуться. А вот, собственно, главная проблема. Значит, нельзя допустить, чтобы Китай построил этот порт быстро. По этой причине американцы дают команду своему агенту Левочкину, который тогда занимал пост главы администрации Януковича, устроить публичный, демонстративный и очень жесткий разгон этих самых студентов. А студенты уже уходят с Майдана. Все, им дали денег. Они отработали. Януковичу больше не нужно, он уже с Китаем соглашение обговорил. И все бы закончилось. И тут Левочкин тайно от Януковича дает команду разогнать, причем под телекамерой. Под это дело американцы выводят на Майдан своих боевиков с целью свалить Януковича. Дальше мы видим, что происходит. И тут у американцев вышел облом. Скорее всего, облом вышел по двум причинам. Первая, они упустили информацию о том, что она появилась в доступе в прямом, о том, что новое правительство, которое у нас называется «Хунты», договорилось с ними о строительстве двух баз военных НАТО в Крыму. То есть, иными словами, стало понятно, что наш слот выгонят и будут очень большие проблемы. Это первое. Второе. Все-таки у американцев агентура там очень слабая. Все эти Яценюки и прочие разные персонажи. И в результате там очень сильно усилилась фашистская пропаганда, которая дико напугала всех. И очень усилилась антироссийская риторика, что тоже напугала русское население. При этом очень важная вещь. А основной, кого напугали, это средний и крупный региональный бизнес, который понял, что если эти ребята легализуются в Крыму, они у них отберут все. Штанов не останется. Янукович показал пример. По этой причине и имеют место протесты со стороны Юго-Востока. Юго-Восток совершенно не хочет в Россию, потому что местный бизнес этого боится. Они действительно хотят федерализации. Если эта федерализация произойдет, то есть, если они будут принимать самостоятельные решения относительно, то в этом случае распад Украины все равно неизбежен, но не так быстро. Сегодня картина там следующая. Возможно, три варианта. Вариант первый. Вот то противостояние, которое сегодня будет тянуться, тянуться и тянуться. Местные элиты Юго-Востока и не только Юго-Востока не допустят, чтобы нынешняя власть в Киеве легализовалась и стала унитарной. Потому что это для них конец. Кроме того, противостояние по линии русского языка и всего остального, оно действительно стало очень серьезным, потому что стало понятно, что западенцы не дадут при сохранении этого унитарного украинского государства Юго-Востоку хоть чего-нибудь. Это тоже понятно. И тогда, скорее всего, там происходит переход к ситуации Гуляйпуля. То есть каждый регион становится самостоятельным, и дальше Украина распадается. При этом, поскольку уровень жизни падает, чуть ли не голод, то начинается всеобщая обуза и переход в Россию регионами. И тогда картина будет следующая. Украина останется маленький кусочек, будет Галиция отдельно, может быть, пару-тройку областей вокруг Киева, непонятно, на что они будут жить. И при этом никакого Юго-Восточной Республики не будет, а просто вот Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Одесская области войдут в состав России как области, а со всем остальным будем разбираться отдельно. Но это один вариант, да? Это такой вот распад. Вариант два. Это вариант, при котором власти в Киеве, в отсутствии денег, обращая внимание, они могут сколько угодно орать о том, что их признали на Западе, критерием признания является деньги. Если денег не дали, значит, де-факто не признали. Им нужны выборы. Скорее всего, президентские выборы провалят. И правильно говорила Тимошенко, нужны выборы парламентские, в Раду, причем мажоритарные, не партийные. И дальше честно, значит, устраивать, как бы, и с инновременными региональными референдумами. Уже понятно, что к маю это сделать не успеют, значит, это нужно переносить на осень. Но абсолютно непонятно, как жить нынешнему киевскому режиму. Денег у него нет. По этой причине, скорее всего, они будут форсировать. То есть, вот, либо распад, да, вот это вот противостояние продолжается с одновременным распадом, либо они форсируют операцию. И, соответственно, армия уже и так переходит на сторону народа, спецслужбы разбегаются. Из тех частей, которые перешли на сторону Юго-Востока, там формируются армии Юго-Восточной Республики, которая, значит, берет Киев. В этом случае можно сохранить единство Украины, но уже не под галицийским контролем будет Киев, а под контролем русскоязычного населения Юго-Востока. В этом случае начнет федерализацию Галиция и будет выходить из состава Украины. Я, правда, не очень понимаю, на что она будет жить. Опять же, там поляки возбудятся страшно. Вот, а поляки этим хохлам никогда не забудут, волынскую резню. И, соответственно, тогда вот мы получаем Украину как дружественное России государство в стиле Белоруссии, но в которой не хватает нескольких областей на Западе. Ну и, наконец, вариант третий, что киевские власти вдруг умнеют и соглашаются вести вот этот вот процесс самостоятельно. В это я не верю. Но есть еще и четвертый вариант, что они побеждают, и Юго-Восток сдаётся. Тут я в этот вариант не очень верю, потому что, опять-таки, для того, чтобы... То есть, может быть, вот эта волна и затихнет, но все равно через несколько месяцев пойдет следующий.